Концерн Volkswagen редко ошибается в своих маркетинговых расчетах. Выпустив на рынок 10 лет назад первый Touareg, они попали точно в цель. Ну а в 2010-м перед ними стала еще более сложная задача повторить рыночный успех предшественника и сделать автомобиль еще более привлекательным для покупателей. Удалось ли Volkswagen справиться с той нелегкой миссией, выясняем в рамках автознакомства с Touareg второго поколения. В отличие от представителей одноименного племени кочевников, старательно скрывающих свои лица под платками, Volkswagen и Touareg скрывать нечего. Новое всефольксвагеновское оформление лицевой части пришлось в пору большому внедорожнику. Однако первое, на что обращаешь внимание в Touareg второго поколения, не отвлекаясь на детали, это то, что он стал визуально легче и меньше. И если первое подтверждается цифрами, то второе впечатление обманчиво. Touareg вырос по всем направлениям. В качестве бонуса можно воспринимать тот факт, что теперь этот Volkswagen еще больше похож на старшего брата по платформе Porsche Cayenne, что, несомненно, по достоинству оценили многие. В салоне монументальные, необычные формы передней панели первого Touareg уступили место плавным легковым обводам. Что касается оснащения, на тест была предоставлена акционная версия Touareg Live за 66887 долларов. С тканевым салоном, лишенная многих признаков шикарной жизни, присущих люксовым моделям Volkswagen. Но даже в ней все говорит о высочайшем качестве изготовления и идеально продуманной эргономике. Хотя, стоит признать, что и скромность оснащения нашего Touareg понятие весьма относительное, так как проявляется только в сравнении с топовыми версиями. А если абстрагироваться от таких сравнений, то в этой комплектации на самом деле есть все, что может быть необходимым в большинстве жизненных ситуаций. Двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, светной, русифицированный, многофункциональный тачскрин-дисплей, регулировка задних сидений, электропривод дверей багажника и многое другое. Но наиболее заметное отличие этого Touareg от прошлого, конечно же, не в дизайне, а в технической части автомобиля. Посредством исследований маркетологи выяснили, что большая часть покупателей Touareg пренебрегали использование своих авто в качестве настоящих покорителей бездорожья. Результатом таких наблюдений стало заметное упрощение внедорожного арсенала модели. Двухступенчатая раздаточная коробка и блокировки дифференциалов теперь предлагаются только за доплату в совокупности с увеличенным клиренсом в пакете оффроуд. А за счет применения позаимствованного у Audi Q7 дифференциала Торсон в трансмиссии Firmotion удалось уменьшить массу базового автомобиля и удержать его цену на прежнем уровне. Стоит отметить, что эти изменения никак не сказались на возможностях Touareg в подавляющем большинстве внедорожных ситуаций. Этому способствует не только возможность заказа пневмоподвески, с которой дорожный просвет достигает невероятных 30 сантиметров, но и наличие множества вспомогательных систем, облегчающих передвижение в сложных дорожных условиях. При переходе в режим оффроуд двигатель, коробка и система курсовой устойчивости переходят во внедорожные алгоритмы работы, а вместе с этим автоматически активируется система помощи при спуске с горы. В целом, благодаря умной электронике, неплохой геометрической проходимости и большому ходу подвески, Touareg заметно выделяется на фоне своих кроссоверных одноклассников. Но во второй своей генерации не утратив способности преодолевать тяжелые участки местности, он также стал гораздо отзывчивее на асфальте. Из линейки и моторов, предлагаемых для Touareg, с обновлением модели исчезли самые мощные и дорогие 10- и 12-цилиндровые агрегаты. Линейка двигателей на сегодня состоит из 6- и 8-цилиндровых бензиновых и дизельных двигателей. Под капотом нашего, участвующего в тесте автомобиля, был оптимальный для Touareg 3-литровый турбодизель. Этот мотор в сочетании с новейшим 8-ступенчатым автоматом, а других коробок для нового Touareg не предусмотрено, не только обеспечивает сочетание прекрасной разгонной динамики с завидной экономичностью, но и радует сумасшедшей тягой и приятным мощным звучанием. Управляемость Volkswagen Touareg на асфальте вполне адекватна его размерам, массе и назначению. Стабильность на высокой скорости феноменальна, а присутствие кренов в скоростных поворотах с лихвой компенсируется энергоемкостью подвески на ямах и ухабах наших дорог. В общем и в целом, в процессе эволюции из всех качеств его предшественника, второй Touareg сохранил лучшее и отсеял лишнее, с учетом пожеланий потенциальных владельцев, оставаясь при этом все так же качественным, престижным и комфортным автомобилем, но вдобавок ставшим еще технологичнее, практичнее, а в случае с акционной моделью еще и ближе к народу. Субтитры создавал DimaTorzok